здарова всем сегодня с вами 83 выпуск аудио дайджеста star chair и как обычно здесь собрались я денис фарегариксон и егор феникс бики привет егор привет чё как расскажи как у тебя неделька прошла как в матрице побывал а то я терпеть не могу уже пока ты не расскажешь матрица матрица я короче очень сильно хочу фильм посмотреть новый в кино хочу очень пойти ну такой легкий хайп идет скоро уже белесики начнут продавать где-то продают уже а тут еще и после презентации вернее после мероприятия the game words выкатили наконец-то эту невероятную демку которую обещали на unreal engine 5 то есть было непонятно вообще что это будет демка там не демка какой-то кусок фильма что вообще то есть никакой информации не было просто вот какой-то новый опыт с unreal engine 5 оказалось что это такой играбельный кусок несуществующей игры ну грубо говоря который просто вот во вселенной матрицы призван продемонстрировать как хорошо работает unreal engine 5 ну и чисто технически это вторая игра на unreal engine 5 может первое это фортнайт который недавно перевели на unreal engine 5 это типа играбельная демка unreal engine 5 так как фортнайте ты не продемонстрируешь всю красоту всю крутость и так далее то вот решили таким образом получилось интересно модельки там очень значит классные в некоторых сценах ты просто смотришь такой я скриншотил специально смотришь и можно подумать что я просто фильм смотришь то есть настолько хорошо но это работает именно с лицами и персонажами с которыми ты уже знаком когда показывают нео и тринити которые едут машине переключаются между ними камера да ты смотришь думаешь блин настолько прям похоже вообще офигеть а когда показывают стороннего там персонажа не не их который допустим ты первый раз видишь что уже такого впечатления нет это как чё за говно мне подсунули ну не так ну блин то типа сразу такое окей ладно это другой человек другой персонаж это компьютерный персонаж ты сразу понимаешь вот значит что там было в этой демке они ехали на машине и дают управлять персонажем который стреляет по машинам по погоне там агенты со всех сторон появляются перепрыгивают машины там как такового даже вот прицеливания нормального нет потому что просто указаны типа точки в которые можно пострелять ты к аналогам стиком целишься и стреляешь без остановки все это сделано ради того чтобы показать как все кругом разрушается ломается насколько все красиво и кинематографично и это правда красиво кинематографично но охренеть как мало там три минуты этого всего счастья ну понятно это бесплатная просто демка анри ленджи на 5 а потом значит тебе дают по городу поскакать то есть как поскакать ты просто можешь походить сесть машину поездить город большой очень такой детализированный особенно по меркам такой маленькой демки которая просто представляет движок вот и принципе там ничего нет ты просто по городу можешь там свободной камерой полетать или посмотреть на все вокруг или на машине покататься то есть вот вот такая вот штука сумме получилось то есть там особо и смотреть то нечего но местами очень красиво соглашусь хотя и там я и багов уже намутить успел быстро разогнался на машине машину выбил на воду а она зависла в воздухе вот я люблю вообще такое на колупате прям кайфую всегда ну а так вот все больше собственно рассказать то нечего местами кажется что не очень хорошо оптимизировано особенно когда дофигище объектов и ты на большой скорости едешь но так как это какая-то техно демочка то как бы в чем будем выделываться правда но да с большими играми другой вопрос их там будут полировать и так далее но вообще короче технологии отлично работает их нет движок неплохо и целом нравится нравится ну слушай анриал энджин 5 стопудово будет классный прям я в этом убежден ну то есть и он будет классно выглядеть на консолях то есть тут вообще нету никаких сомнений но что то что ты рассказал меня не впечатлило но я в принципе не фанат матрицы честно говоря хотя я хочу пересмотреть всю трилогию вот жена тем более подбивает она очень любит матрицу и киану ривза поэтому я как бы ну окей за это будет моя маленькая месть это корейские сериалы и девять с половиной недель с ким бессингер поэтому вот так кстати посмотрел на этой неделе один сериальчик от которого сгорел нафиг я давно так не горел от сюжетов сериал называется bad guy плохой парень 2010 года 17 конечно представь сценарист 17 часов держит хорошую планку хороший уровень истории то есть жонглирует эмоциями персонажей как-то их пытается раскрыть с разных сторон отправляет их в разные интересные ситуации и так далее и последние 25 минут сливает нафиг вообще вот в 17 часов держать и слить много где вы такое видели про но на самом деле такое немного где у меня вообще впечатление такое что он типа забился на миллион долларов со своими коллегами нитки типа ну ты нормально держишь планку все будет отлично сериал смотрите и вот у меня впечатление что это было сделано нарочно то есть какой-то наш есть такая штука форсет финиш вот и как то так не знаю очень очень сломала впечатление очень огорчило и просто срубил целый балл ему хотел сначала стоять думал ну 85 будет стопудово на этом на мой драма лист но пришлось поставить 75 потому что потому что жесть с такой концовкой но при этом я рекомендую посмотреть потому что эти 16 с половиной часов хорошего сериала с интересными персонажами они того стоят чтобы потом разочароваться в концовке вообще можно просто я в коменте на май драма лист написал что типа смотрите сериал получаете удовольствие просто до отметки 45 45 последней серии дальше просто остановите и представьте что пошли титры и вот вам не совсем концовка открытый финал но лучше он чем как бы концовка это хуже чем концовка mass effect 3 вот фанаты меня должны понять сейчас а из игр я всю неделю превозмогал в league of legends story которая ruined king очень мне нравится она вообще по всем фронтам то есть и визуально и технически хотя вот загрузочки бы побыстрее хотелось потому что блин ведьмак 3 по моему быстрее загружается на ps5 чем ruined king тем не менее нравится и история и как подаются персонажи как они представляются то есть можно даже и вообще не шаря в мире лиги прийти и получать удовольствие то есть до персонажи уже как бы будут уже будут подразумеваться игрой что ты примерно понимаешь что это за персонажи в чем их там типа особенность их регионов там ну с точки зрения нарратива но это все можно нагнать в википедии проблемы не вижу вот и эта игра как и сериал аркейн как многие говорят я его еще не посмотрел загрузил в в оффлайн просмотр на нетфликсе но пока что еще не смотрел и говорят что прям очень-очень будет мотивирует до приобщиться к вселенной хотя мы не меняет к этой вселенной приобщиться мотивирует уже давно фан-арты главный героинь и всякие ролики типа кидей вот проще до поп-старс игрулина что в игре такого почему я так долго превозмогаю первых потому что я выбрал максимальную сложность и порой приходится переигрывать потому что могу залететь такой типа в бой знаешь думаю ну региончик новый открылся можно взломиться вломить всем потому что я как бы перекачался немножко а меня встречает и таки думал прокачался да на тисока и все и game over последний сейф черти где потому что она сохраняет статистику на и всегда сохраняет положение персонажей то есть иногда бывает наш как это делается иногда в играх ты например заходишь на ну в новую локацию и где-то в середине нее сохраняешься игра сохраняет все твои циферки но положение персонажей твоих будет как при входе в локацию и соответственно все противники живые и вот это все здесь примерно так же работает но игра при этом располагает к фармингу вернее не располагает а дает возможность фармить то есть противников можно оживить есть тут маленькие такие костры фонарики подожженные эти я забыл называются жировни вот ты уже ровни можешь отдохнуть и тогда весь все противники вокруг остановятся и ты идешь опять их там мутузишь и опять к жировне отдохнул пошел по мутузел так можно зарабатывать денежку покупать новый equip рыбная ловля есть в игре но знаешь если в игре есть рыбалка для меня это плюс один сразу потому что я просто осушаю все пруды вернее как осушаю их лишаю жизни во всех играх во всех играх 10 рыбалка я обязательно выловлю нафиг всю рыбу которая там водится и лига не исключение да все еще надеюсь успеть до воскресенья сделать обзор как говорил что на этой неделе хочу постараться и буду стараться но конечно это может слегка отложиться на середину следующей недели но тем не менее воскресенье нам все равно будучи публиковать так что не так то и страшно вроде бы плюс у нас будет розыгрыш этой лиги потому что я эту игру купил а код нам на замену сгоревшего прислали то есть я как обещал если нам пришли этого разыграть этого я его разыграю понятно слушая у нас на этот новый год будут пачки розыгрыша планируем планируем но вопрос будут ли потому что в этом году учета с кодами прям очень очень дефицит я думаю что это связано с тем что во первых возросло количество сми за пандемию и с кодами ну есть напряги я фактически уверен что ребята из буки нам подкинут интересных кодов они у них почти всегда имеются вот то есть возможно будет реран десайплс будет какой-нибудь терроран еще каких-нибудь их проектов я на это надеюсь может чё еще из ребят именно российских представителей чё отложили нам потому что я предупреждал всех о том что мы хотим провести опять серию розыгрышей поэтому постараемся отчет накопить у меня есть некоторый запас кодов но я их хочу пораздавать сейчас в розыгрышах таких то есть уже кому же уже вот декабрь 10 число поэтому будет или серия розыгрышей таких или если будет кодов недостаточно но розыгрыша будет любом случае по новый год то есть по-любому в декабре будет больше розыгрыша чем в любом месяце этого года было на вот вопрос получится ли сделать black street так пока что открыт ну понятно понятно вот а у тебя кстати как платина в этом фортнете движется медленно времени нет нормально слушай а я знаю что сделал я увидел что вышел феникс point на ps5 на обнова у меня же есть на ps4 и соответственно много бесплатно я скачал очень запускал но попробую дать игре еще один шанс знаешь я когда проходил ps4 версии феникс point а я реально утомился я не прошел я я наиграл часов 20 и вроде бы могу написать обзор но как бы и не знаю возможно даже не буду писать обзор напишу обзорные впечатления как вот кости сделался скарим и возможно этого будет достаточно для мясорубки не для мясорубки слишком слишком крупный проект все-таки слишком x-ком но в то же время он такой нудный такая нудная игра я попробую дать в версии ps5 шанс я думал когда проходил что этом во мне проблема я реально думал ну все я просто уже при насытился тактикой и она меня утомлять начала знаешь бывают такие периоды когда ты играешь много в какой-то жанр и он тебе уже начинает астахеревать но блин сразу после феникс поинта появились дисайплы и я в них утонул и кинс баунти 2 я утонул я прошел обе игры с огромнейшим удовольствием этой тактики и приходит понимание что все-таки проблема пожалуй в феникс поинте и когда я про это в твиттере писал то несколько коллег тоже уже в личке потом общались что ребята ожидали намного большего от этой игры то есть ее тоже ждали ее купили там на старте и в итоге не прошли потому что потому что нудно слишком местами большие карты слишком много рандома ненужного абсолютно даже к скоме такого не было слишком ни о чемный менеджмент твоей базы то есть такое знаешь еще на самом деле поиграл в еще одну игру на этой неделе но пока не могу назвать ее имя на следующей неделе будет превьюха это консольный релиз в том числе то есть игра выйдет на консолях но как это бывает частенько ее билд превьюшный доступен только на пк вчера я как раз обновился немножко по железу взял асусовский ноут и он уже ее тянет без проблем в отличие от моего рабочего так что ну то есть это шоу волнает покет данжен правильно понимаю конечно конечно шоу волнает покет данжен его же короче не потянет калькулятор нет 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 ни в коем разе абсолютно не невозможно ну вот ну на этом наверное будем закругляться да у тебя там поездка я тоже сейчас в больничку еду с ребенком да да мы на этом закончим благополучно и останется что то что написать можно да удачной нам с тобой поездки всем удачных выходных хорошего времени и не болейте потому что когда болеете вы или дети это конечно катастрофа да всем пока всем здоровья хороших игр и свободного времени на отдых всем покедова